Всех приветствую на канале Банковский. В нашем обзоре кредитная карта двойной кэшбэк от Промсвязь Банка. Карта эта с таким интересным дизайном выпускается. Кэшбэк не может не привлечь до 11%. Это такой хороший вариант, особенно когда мы там смотрим программу, более подробно оказывается, что это вполне такая реальная цифра. Не просто там одна покупка в год 11%, а прям довольно-таки часто можно его получать. Какие еще тут плюсы по этой карте явные? Во-первых, первый год обслуживания 0 рублей. То есть это вы ничего не теряя, можно сказать, можете взять эту карту и попробовать, как она вам пойдет, не пойдет. То есть при этом, когда вы карту берете, нужно в первые 30 дней потратить с нее не менее 1000 рублей. То есть я считаю, это вполне нормальные условия. И после этого банк вам подарит этот первый год обслуживания. За год действительно там можно разобраться, что там, какие у нее нюансы, что не так. Потому что как бы вы детально там тарифы не изучали, все равно все нюансы до конца можно понять только, попользовавшись данной картой. Значит, еще что привлекательно с моей точки зрения, это лимит от 15 тысяч рублей. Очень часто вот у банков сейчас идет такое, что они лимит устанавливают от 50, а там от 80 тысяч рублей. Понятно, что человеку, который до зарплаты перехватывает с карты, ему бы наоборот лимит не сильно большой, чтобы соблазнов не возникало и чтобы, соответственно, иметь возможность получить эту карту. Потому что чем больше минимальный лимит, тем меньше, соответственно, возможности для получения карты. Здесь 15 тысяч и до 600 тысяч рублей. Очень комфортный диапазон лимитный. Карту можно получить курьером, то есть не обязательно для этого приезжать в сам банк. То есть курьер приедет с документами, ну и, соответственно, заполнит. Но единственное, как бы здесь я это считаю минусом, это беспроцентный период до 55 дней. По современным меркам, конечно, это мало. Но если во всем остальном карта будет хороша, то на это вы не обратите внимания. Значит, что здесь по кэшбэку конкретно? Вот до 10% это идет, получается, в выбранной категории. То есть категории там ниже, мы посмотрим на них. А за пределами категории, за любые покупки, получается 1%. И еще 1% дается за погашение задолженности по карте. Тоже это достаточно редко. То есть вы гасите задолженность, и за это вам еще начисляют 1% кэшбэка. Обычно банки такого не делают. Потому что погашение задолженности – это ваша прямая обязанность. И за нее банк, за эту обязанность никаких поощрений не предлагает. Пакет привилегий достаточно интересный тоже. Допустим, если у вас нет машины, вы часто ездите на такси, то можно вот этот выбрать досуг. То есть 10% на такси – это просто прекрасное предложение, на мой взгляд. Если же у вас есть машина, то вы получите 10% на оплату штрафов ГИБДД в интернет или мобильном банке. 7% ТО и автомойки, и 5% на АЗС. Я бы вот, допустим, лучше бы поменял местами, да, то есть сделал бы 10% на АЗС, а 5% при оплате штрафов ГИБДД. Ну, вот так банк распорядился. Хотя вот правда было бы интереснее, если бы их местами поменять. И категория «Семья» 10% на общественный транспорт хорошую экономию дает. Потому что детям там то на кружок надо поехать, то еще куда-то, если у вас там двое или трое детей, тем более. То есть там на транспорт общественный выходят очень существенные расходы. 10% скидка – это вообще нормально будет. Выпустить к этой карте дополнительные пластики, и дети будут уже рассчитываться где-то в транспорте. При этом можно ограничить их траты и контролировать полностью через телефон безо всяких проблем. Значит, изменить пакет привилегий можно, но это удовольствие платное. Стоит оно 990 рублей, поэтому нужно очень хорошо подумать, что вам действительно выгоднее. Какой вариант. Ну и, соответственно, уже после этого оформлять кэшбэк. Итак, требования к приобретателю карты. Паспорт гражданина. Нужен заявление на выпуск карты и справку о доходах. Если вы зарплату получаете в ПСБ, то вам не потребуется подтверждать, соответственно, доход с правкой. То есть банк и так о вас информацию все получает. Требования к заемщику здесь. Здесь гражданство, возраст от 21 года до 62 лет, наличие постоянной регистрации на территории РФ, постоянная регистрация по месту жительства, причем в любых регионах расположение подразделений банка. Общий трудовой стаж не менее одного года и наличие не менее двух контактных телефонов, один из которых мобильный. Ну, в принципе, стандартные такие требования, ничего особенного. Вот во всем этом я единственное, чего не увидел, и это важно, так это процентная ставка какая. Если я за пределы Грейса вылезу, а Грейса тут небольшой, сколько мне банк назначит? И вот здесь есть документ такой. Он как в виде сборника, да, то есть два в одном. Искать его достаточно сложно на сайте. И вот здесь тариф по выпуску и обслуживанию банковских карт. И, соответственно, ставка получается полная, да, 26,2% годовых. Ну, 20 соток, не важно. То есть, в принципе, как бы ставка такая достаточно немаленькая. Но в то же время она не самая высокая на рынке далеко. И заметьте, ставка получается не плавающая, как в других, например, банках. Хотя, конечно, допустим, при установлении лимита там банк говорит о том, что необходимо, допустим, провести скоринг. То есть, все будет зависеть от вашего дохода, платежеспособности. Там много факторов анализируется. Для этого вы анкету заполняете. Но факт сам тот, что плясать нужно вот именно от вот этой ставки. То есть, нету вот такого там от 10 до 30 там или как-то еще. Вот она указана. Эта ставка и будет вас, что называется, ожидать в рамках именно банковской карты двойной кэшбэк. Значит, в целом, если давать оценку данному продукту, могу сказать, что это такая карта середнячок. То есть, она и кэшбэк, по идее, дает неплохой, и лимит у нее удобный. Но все-таки вот по обслуживанию там вопросы по этой карте, потому что там индивидуальный подход. И с льготным периодом тоже не очень, мягко говоря. Поэтому посмотрите, изучите вопрос. Сразу могу сказать, что зарплатным клиентам она будет выгоднее. Если вы не зарплатный клиент, то, возможно, лучше обратиться в другой банк. В описании к данному ролику можете найти ссылку на лучший финансовый продукт. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. И удачи вам!